Дорогие друзья, сегодня я хочу вам рассказать о хранении анимоны в зимнее время. У меня есть два варианта. Один вариант покупной. Вот в этом году я купила вот такую анимону. Так, махровую, Сан Приджит Микс. В прошлом году покупала вот такую анимону. Так, Крен Нидекс. Ну и я вам скажу, мне удалось ее вырастить. Об этом у меня есть на канале ролики. Если вам интересно, то можете посмотреть, как я с ней возилась и что из этого получилось. Не зря говорят. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Ну, я вам советую посмотреть мои ролики. Почему? Потому что, когда я занялась разведением анимоны, то как таково в интернете ничего толкового я не нашла. Да, посадка есть, но не более того. У меня есть ролики от начала посадки и до конца ее завершения. И вот сейчас я вам еще раз говорю, хочу показать, как я ее буду хранить зимой. Ну, значит, вначале я остановлюсь вот на вот этой анимонке, которую я выращивала. Значит, посадила я ее в грунт 20.02. А покупала я ее, как видите, осенью точно в такое же время. Ну, и посмотрите, что получилось. Вот такие анимонки у меня выросли. Видите, вот здесь вот таких много корешочков. Но эти корешки я сейчас не буду отделять, потому что вот я так думаю, что из вот этого одного корешка получится у меня раз, два, три, четыре, пять. Я думаю, пять вот таких анимонок я из нее получу для посадки. Вот еще есть вот такой вариант, да, вот здесь вот видите, видно они разные, потому что они цвели у меня разным цветом, так, вот. Значит, здесь тоже будет, наверное, наверное, четыре точно я сделаю из нее. Были вот такие маленькие. Вот смотрите, маленькие. Ну, эти я делить не буду, пусть так и остаются. Как я это буду делать? Весной я буду снимать видео, и я вам покажу, если, конечно, вам это интересно. Можете заходить ко мне, да, подписывайтесь на канал, чтобы не потерять видео, и вы увидите, как это все у меня будет происходить. Значит, что мне прислали здесь вот на вот этой Сент-Бридж, ресночек вот такой прелестный, видите, как махровая, да? Моя была на маке похожая, кстати, анимонка вот точно такая же вот так цвела, только единственного белого цвета у меня не было, так все были цвета. Значит, сейчас посмотрим, что здесь вот мне выслали. Вот я получила вот такие анимонки, да, они тоже сухие, но они уже поделены, не так, как мои. Так, и я вижу, по внешнему виду они как бы неплохие, поэтому я их оставлю здесь, вот в этом же пакетике, видите, пакетик вот так вот с отверстиями, чтобы был воздух. Поэтому если вы в своих условиях каких-то храните, то точно так вот делаете пакет бумажный или же вот такой целопановый с отверстиями, и вот в таком виде храните. Я свои вот эти, которые вот у себя вырастила, тоже помещу сюда же, да, вот они здесь у меня будут. Вопрос. Как же хранить зимой? Ну, можно хранить, как я читала, но я не проверяла, вам точно говорю. Говорят, вот их нужно засыпать песочком или же положить мох в сагнум. Ну, песочек не знаю, но мох в сагнум вполне возможно. Но я боюсь, потому что, вы знаете, чуть-чуть-чуть подмокнет, и все, анимонка пропала. Я вам посоветую тот способ, каким я пользовалась и что я делала в прошлом году. И, как видите, все сохранилось у меня. Вот видите, осенью покупала, садила 20 февраля. Сохранилось. Где хранила? Ну, в обыкновенном холодильнике. Положила в холодильник, можно ложить на нижнюю полку, как все говорят, да, но я хранила не на нижней полке, я ее поместила в холодильнике, прямо в дверках, на верхней полочке. И вот там она у меня всю зиму и пролежала. Почему туда положила? Да чтобы не забыть. Всякое бывает цветовое море. Могу забыть, конечно же. Так вот туда и положила на видное место. Открываю, ага, анимона, все, помню. Не забыть о чем? Не то, что забыть, что она у меня есть, не забыть о том, чтобы посадить тогда, когда нужно. Потому что, когда открываешь, да, все перед глазами. И вот там прекрасное хранение для анимонки. Так что, друзья, если я вам подсказала, как правильно это делать, то я очень буду рада. Спасибо, что вы меня досмотрели. Всем крепкого здоровья. Пока-пока.